всем привет зовут меня гаденов анатолий занимаюсь отделкой и ремонтом в городе новороссийске и сегодняшний выпуске я покажу как я делаю качественную затирку именно цементную затирку плит это уже третье видео по конкретной плитки предыдущие видео в которых я показывал как я делаю укладку плитки под гребенку как я делаю подрезку сложную подрезку плитки потому что плитка на здесь под 45 лежит можете вернуться сейчас появится ссылка вверху экрана и посмотреть эти видео давайте перейдем к нашей теме вот такие вот резиновые шпателя может увидели такие я вот например пользуюсь именно вот такими еще есть продажи либо в комплектной затиркой вот такие резиновые шпателя круглые не заводские шпателя это просто пвс провод разного диаметра нарезанный все зависит от того какая будет ширина шва для разной ширины шва разный диаметр провода смотрите видео до конца я покажу для чего это нужно еще пока клей не сильно схватился очень легко будет почистить швы если вы оставите этого два на три а некоторые на неделю на 2 оставляют вы потом несколько шпателей просто сточите пока вы почистите вот эти швы поэтому это вот самое первое что вы должны запомнить просто себе в голову вбить вы пришли с утра на работу и сразу начинаете чистить швы вы почистили объем который положили вчера только тогда начинаете дальше укладывать и так каждый день и потом по концовке у вас уже просто все готово все чистенько вы убрали пол пропылесосили начинаете затирку затирку замешиваем не очень густую как густая сметана делаем можно наносить или большой стороной всего с большой объем либо вот этой короткой стороной мы наносим в чем преимущество такой терки во первых это объем наносимого материала во вторых качество истин нанесения самого то есть мы вот видите таким движением мы вдавливаем затирку прям шоу то есть идет стопроцентное почти заполнение вот таким вот образом мы наносим и аккуратненько все это вот снимаем видите она снимает уже почти практически начисто это я вам сейчас все показываю медленно чтобы вам было понятно как это происходит на самом деле в работе это все гораздо быстрее затирка очень важно забивать очень хорошо и глубоко в шов потому что если у вас это поверхностно она где-то будет плохо забита но она все равно потом начнете замывать там где затирки нет вы просто вымываете потом бежите опять затирку где-то там замешиваете подкладываете поэтому лучше обильно очень хорошо забивать шов и у вас тогда таких проблем не будет вот такие шпателя для уплотнения швов но я вам еще раз повторяю что это не специальные заводские шпателя это просто провод пвс первое это мы уплотняем саму затирку материал становится плотным соответственно качественнее получается второе он становится визуально красивый он становится гладкий ровно проходим абсолютно все швы вот таким вот способом ничего в этом сложного нет зато конечный результат мы получаем просто идеально красивый шов следующим этапом мы замываем наши швы сначала все смачиваем вот эти сухари мы стараемся убрать сразу с плитки все такое большое мы грубо проходим стираем и уже потом можно обратной стороной губки начинать формировать мы дали затирки чуть-чуть впитаться то есть она у нас уже легко так просто не смоется и сотрется поэтому очень важно выдерживать все временные промежутки и технологические ну и по традиции ставим лайк за работу всем пока скоро увидимся